За круглым столом возможность высказаться есть у каждого. Однако в этот раз все предложения не только выслушают, но и воспримут как прямое руководство к действию. Перспективы развития образования в Щелковском районе обсуждают в рамках программного круглого стола партии «Единая Россия». Так тезисы, которые прозвучат на встрече, лягут в основу формирования партийной программы. Я думаю, что многие из вас знают, что в 27-м пройдет съезд партии, на котором точно так же будет утверждена предвыборная программа партии на выбор в Государственную Думу. И, конечно, мы с вами в едином ключе формируем, будет сформировано и в дальнейшем реализовано, потому что партия «Единая Россия» – это партия конкретных реализуемых дел, программа партии на выборах в нашем деле. Цель у нас здесь, в Щелковском районе, определиться все вот эти стратегические задачи, определить конкретные меры, конкретные объекты, которые бы вошли в нашу программу. Такие мероприятия призваны помочь представителям партии «Единая Россия» сформировать программу задач в соответствии с первостепенными нуждами жителей. Участники круглого стола, представители педагогического сообщества, директора школ, заведующие детских садов и сотрудники Комитета по вопросам образования для начала подвели итоги работы за прошедший период. В качестве основного успеха отметили полное отсутствие очереди в детские сады для детей в возрасте с 3 до 7 лет. С 2014 по 2015 год были введены в эксплуатацию три новых детских сада. Сейчас идет строительство еще семи. Большим прорывом стало открытие двух школ в городе Щелково и Свердловском поселении общей вместимостью более 2000 мест. Движется вперед и дополнительное образование. Активно развиваются технические виды спорта – от авиамоделирования до робототехники. Новые возможности для развития доп. образования дал пуск двух физкультурно-оздоровительных комплексов – многофункциональной площадки и ледовой арены. Однако ни для кого не секрет, что теперь перед сферой образования стоит более масштабный вызов – устранение второй смены в школах района. Как предложение, надо включиться в реализацию проекта в содействии создания в субъектах Российской Федерации новых мест в образовательных организациях по программе 2016-2025 года. Заплодировано построить в 2017 году перестройки к школам 11-16 и школе деревни Медвежа и Сема. Среднеобседательная школа, микрорайон номер 5 на 800 учащихся, микрорайон номер 4 «Солнечный» на 1105 учащихся, микрорайон «Жигалово» на 1105 учащихся. В 2018 году перестройку к Свердловской школе имени Моржик на 900 мест. Первая стратегическая задача – ликвидация второй смены до 2020 года. На каждой из территорий Челковского района будет одна смена в школах. Для этого мы и будем эти школы строить и совместными усилиями добиваться. Для совсем юных малышей в возрасте до 3 лет теперь тоже нужно найти время и место в детских садах, считают педагоги дошкольного образования. В связи с возникающей потребностью предоставления мест дошкольных учреждений детям в возрасте до 3 лет предлагаем нести изменения в нормативные документы в части обеспечения для семей, нуждающихся в обеспечении присмотра и ухода за детьми в возрасте до 3 лет. В местах дошкольных образовательных учреждений или предоставлять индивидуальную педагогическую и психологическую поддержку через систему консультаций и развивающих программ. Меньше бумажной работы, больше заботы о детях. Прозвучало на круглом столе предложение снизить давление административной отчетности на сотрудников учреждений образования, из-за которой зачастую у педагогов на второй план уходят их непосредственные обязанности. Предлагаю поддержать законодательную инициативу о запрещении избыточной отчетности и ненужного контроля для обеспечения педагогам, воспитателям возможности для творческой работы за счет снижения административной нагрузки. Также в рамках программного стола партии «Единая Россия» педагоги отметили необходимость развития дополнительного образования, как отдельных его направлений, например, технических видов спорта, так и материальной базы в целом. Мы просим не снижать имеющийся процент детей, занятых образованием в нашем районе, а продолжать строить новые спортиалы, плоскостные сооружения и очень хотелось бы еще хотя бы один пассивный. Не забыли присутствующие и о таких важных направлениях, как обеспечение доступным жильем молодых педагогов и развитие инклюзивного обучения. Также было предложено поддержать реализацию указа президента Российской Федерации о создании Всероссийской организации школьников. Все озвученные предложения были включены в резолюцию круглого стола и лягут в основу формирования программы партии «Единая Россия». В течение июля планируется провести еще несколько таких мероприятий на различную остросоциальную тематику.